Добрый день всем! Почему ребенок плохо читает? Этот вид нарушений называется дислексия. И, конечно, чаще всего он сочетается с дисграфией, или с минимальной мозговой дисфункцией, и с другими нарушениями раннего созревания нервной системы, которая встречается у младших школьников. Какие виды дисграфии и дислексии нам известны? Это агроматическое, когда ребенок не может грамотно читать, например, «пять мечов» говорит, да? Это фонематическое, когда мы говорим «щенок» – «щицок», то есть не слышит определенные графемы. Носик – «нозик», то есть фонематически нарушен слух. Это может быть монастическое, когда ребенок просто не помнит буквы или звуки. Это может быть проблема оптическая, когда не различает сходные по написанию графемы. Это может быть литеральное, когда просто не узнает слово. Это может быть тактильное, когда детки с нарушением зрения, занимающиеся по таблицам Борреля, не могут пальцами тактильно различать букву. А также есть семантическое, когда ребенок не понимает то, что прочитал. И бывает, конечно, смешанный вид, когда сочетаются и те, и иные виды дислексии. Корректировать эту проблему важно, важно ее вовремя заметить. И проявляется это еще в дошкольном возрасте, когда дети начинают складывать слова в слоги и в коротенькие слова. То есть там, где мы читаем «мама», «папа», потом слово из трех букв «кот», «дом», «сом», там, где надо закрыть слово, ребенок не может соединить его воедино. То есть примерно с возраста шести лет уже можно заподозрить, что у ребеночка есть дислексия. И здесь существует разного рода пособия. И здесь можно позаниматься с логопедом заранее еще до школы. Вот такое пособие «дислексия» или «почему ребенок плохо читает». То есть для эффективной коррекционной работы при нарушении навыков чтения. На первом этапе мы рисуем, то есть учимся графически различать, дорисовывать фрагменты, различать написание букв на письме, смотреть, как выглядит буква, искать сложные места в этой букве. Это прописывается. На следующем этапе мы учимся правильно вставлять букву в слово. То есть вот здесь слово «грибы», где буква «б» должна быть. То есть учимся вставлять фонематически. Слух развиваем. И на следующем этапе уже мы пытаемся применить правила, то есть посмотреть, где пишется «б», «п», «в», «ф», «з», «с», «парные согласные» вставить в слово. И уже в дальнейшем идут построения слов. От слога идем, от звука до слога и до слова. То есть учимся из слогов составлять слова. Вот по такому, конечно, пособию можно заниматься и дома, но лучше все-таки это делать с учителем или слогопедом-дефектологом, который знает особенности работы детьми с дислексией. Если есть еще сопутствующие нарушения, такие как неусидчивость, невнимательность, такие как нарушение мышечного тонуса, мелкой моторики рук, то, конечно, потребуется помощь невролога. И в данном случае специалист, собирая данные анамнеза вашего заболевания, смотрит, что мешает нарушению и обучаемости ребенка, и составляет программу. В программу входит обследование, диагностика, то есть это делается электроэнцефалограмма, это делается слуховой и когнитивный вызванный потенциал. Если имеются оптические проблемы, делается зрительный вызванный потенциал. По необходимости проводится нейропсихологическое тестирование для видения проблемы, и специалист находит те зоны, по которым, ресурсные зоны, по которым может дальше работать логопед. И в дальнейшем формируется программа коррекции, реабилитации. Это может быть медикаментозная реабилитация, это может быть физиопроцедура, массаж, лечебная физкультура, а также специальные методы аппаратных во лечении, то есть, например, аудиостимуляция, это системы томати, санксори, санкбрайн, которые улучшают фонематический слух. Это системы работы компьютерные по корректировке графического навыка и навыка чтения, это программа море словесности. Это программы микрополяризации, которые связывают и улучшают связи между отдельными различными звеньями нервной системы. И вот такая комплексная работа направлена индивидуально, то есть в зависимости от той проблемы, которая послужила причиной дислексии. Смотрите нас. Всего доброго, хорошего дня!